Девушки отдыхают На главной площади Московского княжества полыхал огромный костер. Пламя пожирало книги. Глашатый громко зачитывал приказ великого князя Московского. Признать Библию, привезенную купцом Франциском с Кариной в Московское княжество, ересью. Толпа восторженно загудела. Многие стали осенять себя крестами. И только один человек в этой многоликой толпе не сдерживал слез. Это был Франциск Скорина. Тот самый купец, который привез в Москву плоды своего многолетнего труда. Ему казалось, что в пламени огромного костра гибнут не только его книги, но и он сам. Биография великого просветителя средневековья Франциска Скорины полна загадок. О нем сохранилось всего несколько упоминаний в документах. И 25 изданных книг, на каждой из которых странный символ. Месяц, закрывающий солнце. Уже не одно поколение ученых пытается отыскать новые факты его биографии. Чем же притягивает их личность Франциска Скорина? Он и книги печатал, и сам писал предисловия для своих книг. Некоторые ученые полагают, что он сам и гравюры изготавливал. В свое время, ведь были популярны слова, что та эпоха нуждалась в титанах и порождала титанов. Ну и действительно, мы это видим на примере Скорины. Избрал оставить в науке и в книгах вечную славу и память свою. Франциск Скорина из предисловия книги Иова. Весной 1525 года купец из Великого княжества литовского Франциск Скорина привез в Москву на продажу богослужебные книги. Москва встретила его сурово. И он понимал, почему. Здесь книги все еще переписывали от руки. Не было ни типографских станков, ни матриц кирилличных шрифтов, ни красок для печати. Он готов был поделиться всеми секретами технологии, но попал под следствие. Причина была в том, что его книги сильно отличались от привычной Библии. Они были меньшего размера и с картинками. Кроме того, на титульном листе размещался портрет самого Скорины. А это попахивало уже не просто ересью, а сделкой с самим дьяволом. Скорине грозила смертная казнь. Но прежде иноземцу учинили допрос. Откуда родом, где учился, какого вероисповедания. Самая первая тайна, наверное, это место и дата рождения. Если место рождения мы знаем твердо, это было сложнее с датой рождения. Вы можете спросить, почему сложнее? Ведь в 1990 году мы торжественно отметили 500-летие за дни рождения. Но я должен сказать, что эта дата очень приблизительная. В тот год случилось солнечное затмение. Его наблюдали жители многих городов. Новгорода, Смоленска, Полоцка. Всего на несколько минут луна закрыла солнце. И в этот момент у жены полоцкого купца Луки Скорины начались роды. Через несколько часов на свет появился мальчик. Его назвали Георгием и окрестили в православной церкви. Были уверены, что он пойдет по стопам отца. Но тот с детства проявлял недюжинные способности к наукам. Сам выучился считать и писать. Но для того, чтобы поступить в университет, нужно было знать латинский язык. И тогда отец принял решение отдать сына в католическую школу при Бернардинском монастыре. Но как быть с верой? Бернардинцы, в отличие, скажем, от язвитов, они считали важным и первое крещение, которое было до принятия католичества. Они не требовали отмены праздничного крещения. Они были очень толерантными людьми. Поэтому, прежде всего, Скорина считал себя христианином. И он одинаково черпал идеи и у православных отцов церкви, и у католиков. После крещения в католическую веру Георгий получил новое имя – Франциск. В школу его приняли. Учился он блестяще. Особенно легко давались языки. Сдав экзамены экстерном, Франциск Скорина поступил в Краковский университет. В то время ему было всего 14 лет. Краковский университет считался одним из старейших в Европе. Славился своей огромной библиотекой. Два года Франциск изучал свободные науки. Грамматику, логику, риторику, арифметику, астрономию, музыку. И легко получил степень бакалавра. Но останавливаться на достигнутом не собирался. У него была цель – получить диплом доктора медицины. Обязательно в Италии, в Падуанском университете, главном центре науки эпохи Возрождения. Шесть лет ушло на то, чтобы подготовиться к экзаменам. Где Скорина жил все это время – неизвестно. Где-то он учился. Мы подозреваем, что, может быть, в Праге Чесской. Может быть, он служил в Дании. Почему там экземпляр малой подорожной книжки наиболее полной находится. Некоторые говорят, что это не Дания, а Дакия. А Дакия – это Румыния теперешняя, где он служил. Вот еще одна тайна, которую надо разгадать. Не просил себе долгой жизни, не душ врагов, но жаждал для себя только мудрости. Франциск Скорина из книги «Притчеп царя Соломона». 9 ноября 1512 года мечта Скорины наконец-то сбылась. Он блестяще выдержал экзамен на степень доктора медицины в Падуанском университете. Теперь перед ним открывались большие перспективы. Профессия доктора была уважаемой и востребованной. Он мог стать личным лекарем любого европейского князя и даже монарха. Но Скорина выбрал другой путь. В начале 16 века на родине Франциска в Великом княжестве Литовском не было ни одной типографии. Книги были исключительно церковными, и переписывались они от руки в монастырях. В среднем за день монах успевал переписать лишь 34 страницы текста. Астромировая Евангелие, самая древняя восточнославянская книга, создавалась на протяжении полугода. А над десятиглавом, это полный список Библии, переписанной в Супросальском монастыре, Матей X работал 5 лет. Так же было и в Великом княжестве московском. Книги здесь были рукописными, а потому очень дорогими и практически недоступными для простых людей. В то же самое время в Западной Европе, благодаря изобретателю печатного станка Иоганну Гутенбергу, типографии существовали в 260 городах. Выпускалась не только духовная, но и светская литература. Но в этих книгах был латинский алфавит. А московиты и литвины пользовались кириллицей, прекрасно понимали друг друга, ведь их языки были близкими по звучанию. И потому Франциск Скорина решил открыть свою типографию и печатать в ней книги на церковнославянском языке в белорусской редакции. В 1512 году Франциск Скорина переехал в Прагу. Ему казалось, что этот город идеально подходит для воплощения в жизнь его мечты. Здесь существовала давняя традиция использовать библейские книги для воспитания граждан в патриотическом духе. Франциск Скорина был молод, горяч и искренне верил в то, что у него все получится. Но все оказалось не так просто. Чтобы наладить печатное производство в Праге, Франциску понадобилось долгих пять лет. Он сам готовил переводы, взяв за основу пражскую Библию. Сам редактировал и даже научился вырезать кирилличный шрифт. Денег катастрофически не хватало. Иногда от отчаяния он готов был все бросить. Но судьба оказалась к нему благосклонна. Когда личные сбережения почти закончились, он познакомился с виленским купцом Богданом Онковым. Тому дело Скорины пришлось по душе, и он помог ему деньгами. Работа в типографии продолжилась, и 6 августа 1517 года увидела свет первая книга – Псалтырь. В предисловии к ней Скорина написал. Я, Франциск Скорина, сын славного города Полоцка, доктор лекарских наук, повелел напечатать Псалтырь русскими словами на славянском языке. Франциск издал эту книгу первой не случайно. Обычно рукописный Псалтырь использовался не только для богослужения. По нему изучали грамоту. А по мнению Скорины, только обладая знаниями, можно было достичь гармонии и с самим собой, и с окружающим миром. Суть сей книги – уважение ко всякому человеку, мудрому и безумному, богатому и убогому, молодому и старому, а более всего тем, которые хотят следовать добрым традициям и познавать мудрость и науку. Франциск Скорина из предисловия к книге Псалтырь. Это был уже не просто допрос, а настоящий суд. Как он, не будучи монахом, посмел переводить Библию, да еще осквернять церковно-славянский язык просторечием? Какое право он имел поместить в Священном Писании свой портрет? И как он, католик, посмел привести в православное государство книги, написанные на территории подвластной Римской Церкви? Эта Библия противоречит всем апостольским и отеческим уставам. Это ересь, ее надо сжечь. Но как объяснить этим людям, что его главная цель – просвещение? И что месяц, закрывавший солнце на его гравюрах, это не знак дьявола, а символ гармонии души? Два года в Праге прошли для Франциска Скорины в неустанных трудах по изданию Библии. Увидели свет книги Иова, Юдифи, притчи Соломона, Экклезиаст. В предисловии «каждый» Скорина подсказывал читателю, какую из светских наук поможет выучить чтение той или иной части Библии. Например, чтобы выучить грамматику, надо читать псалты. Чтобы изучить логику, надо читать притчи Соломоновой. Ну и так далее. Считают, что Скорина впервые переводит текст Библии на белорусский язык. Конечно, такое утверждение спорно, но однозначно то, что он приближает церковнославянский язык Библии к простому человеку. Изданные книги были объединены общим заглавием. «Русская Библия», изданная доктором Франциском Скориной из славного города Полоцка к почитанию Бога и доброму наставлению простых людей. В каждой книге имелось послесловие и предисловие, где Скорина, кроме пояснения непонятных церковнославянских терминов, излагал и свои собственные мысли. «Звери, ходящие в пустыне, знают логово свои. Птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда свои. Рыбы, плавающие по морю и рекам, чуют глубины свои. Пчелы и тому подобные защищают ульи свои. Так и люди, где родились и вскормлены, к тому месту великую любовь имеют». Франциск Скорина из предисловия книги Юдифи. А еще в книгах имелись красочные иллюстрации и портреты самого Скорины. Это противоречило всем церковным канонам и православным, и католическим. В то время в Чешском королевстве началось преследование идей реформации, а заодно и всех иноверцев. В глазах католического духовенства «Библия Скорины, изданная кириллицей, ассоциировалась с православием». Над типографией Скорины нависла угроза. Ее могли закрыть, все книги сжечь, а самого Франциска подвергнуть астракизму. И Скорина принял решение переехать из Праги на родину в Великое княжество Литовское и перевести туда свою типографию. Это решение далось ему нелегко, ведь дело было налажено шло довольно успешно для начинающего издателя. За два года работы в пражской типографии были изданы 22 книги Библии общим тиражом в 2500 экземпляров. Еще больше, скорее всего больше, не 22 книжки в Праге увидело свет, но по меньшей мере в моем воображении около 30. Значит, еще надо искать и искать. Франциск Скорина вернулся в Великое княжество Литовское в 1520 году и был приятно поражен переменами. Эпоха Возрождения пришла сюда вместе с новой женой польского короля, миланской герцогиней Бонной Сфорци. Приехав в чужую страну, она привезла с собой итальянских архитекторов, ученых, поэтов и писателей. И это оказалось Франциску Скорине только на руку. Он легко нашел единомышленников среди влиятельных горожан. Бурмистер Вильно, Якуб Бабич, предоставил для типографии Скорины один из своих домов. Член городского совета Юрий Адверник добился для издателя специальной грамоты, которая давала право на торговлю книгами. А еще он познакомил Франциска со своей женой. Ее звали Маргарита. Она была добра, красива, умна. Франциск влюбился. Но Маргарита была замужем за его другом и спонсором. И Скорина, чтобы не поддаться искушению, перестал бывать у них в доме. В 1522 году в Виленской типографии вышла малая подорожная книга «Молитвенник для путешественников». Книга была маленького формата, чтобы удобно брать с собой в дорогу. Там были напечатаны псалтырь, акафисты, каноны и церковный календарь, а также сведения по астрономии. Теперь любой путешественник мог узнать, в какие дни солнцестояние, в какие полнолуния и когда лучше отправляться в дальний путь. Эта книга стала первым в мире молитвенником для светских людей, изданным на Кириллице. И в ней, как и во всех своих изданиях, Скорина печатал свои философские размышления и изречения. Без мудрости и добрых обычаев нет на земле счастливой жизни роду людскому. Франциск Скорина из предисловия книги «Псалтырь». Он же был автором предисловий, послесловий к своим книгам. Значит, он смотрел на книгу как на единое целое, гармонически целое. И даже верстка, я бы сказал, сегодня по-современному смотрится. В 1525 году в Виленской типографии вышла еще одна книга – «Апостол». И вновь Скорина оказался верен себе. Книга была непривычно маленькой по формату и явно предназначалась для домашнего чтения. Ее тираж был небольшим. Скорина собирался печатать новую партию, но его планам не суждено было сбыться. В марте 1525 года в Вильно случился пожар. Сгорело две трети города, в том числе и дом, где находилась типография Франциска Скорины. Печатный станок спасти не удалось, только книги. И Скорина решил отправиться в Москву, чтобы выручить денег на восстановление типографии. Был уверен, что найдет там своего читателя. Удобный формат, кириллица, красочное оформление – все это играло в его пользу. Он погрузил книги на повозку, получил грамоту на право торговли в московском княжестве и двинулся в путь. Он возлагал на Москву огромные надежды, но они не оправдались. Его не только не поняли и не оценили, а еще и обвинили в ереси. Все его книги сожгли. От церковного суда и публичной казни Франциска Скорину спас статус купца. Согласно договору, заключенному между московским и литовским княжествами, купцы этих государств были неприкосновенны. Но там, на площади, где пылал костер из его книг, он пережил самую настоящую смерть. Ведь в эти книги он вложил всю свою душу. Его унизили, но не победили. В Москву он больше не ногой. Франциск Скорина уехал из Москвы в тот же вечер. Ни книг, ни типографии, ни денег. Положение оказалось безвыходным. Однако он верил в то, что друзья не оставят его в беде. Но обстоятельства сложились не в его пользу. Якуб Бабич был болен и не смог его поддержать. Пока Скорина был в Москве, Юрий Адверник, его второй верный помощник, скоропостижно скончался. Франциск пришел к его жене Маргарите, чтобы выразить ей свои соболезнования. И остался у нее навсегда. Более всего питает ко всему любовь. Только она совершенно среди всех других дарований. Без нее ничего решительно не существует. Франциск Скорина из предисловия книги Юдифи. Скорее всего, это был акт, ну такой гуманный акт по отношению к своему другу, по отношению к своему доброжелателю, который помогал финансово в издании. Это, ну, я не знаю, может быть, это действительно была любовь, потому что сын от этого брака имеется. Ни одно десятилетие исследователи биографии Скорины спорили. Сколько было у него наследников? И были ли они вообще? В одних документах фигурировало два сына, в других один. В третьих о детях вообще не упоминалось. Франциск Скорина имел двоих сыновей, Симеона и Франциска. И есть версия, что Симеон не его сын, а сын его жены Маргариты Адверник. Женившись на Маргарите, Франциск значительно улучшил свое материальное положение. Но пользоваться наследством жены он не собирался. Скорина хотел сам заработать на новую типографию и устроился к своему бывшему спонсору, Якубу Бабичу, частным лекарем и секретарем. Это давало возможность содержать семью и даже откладывать деньги. В те годы в Вильню Франциск был по-настоящему счастлив. Любящая жена, дети, грандиозные планы на будущее. Но спустя несколько лет светлая полоса его жизни закончилась. В 1529 году Маргарита умерла. Затем во время пожара погиб старший сын. А через год скончался брат Франциска Иван. Дело брата перешло к Скорине. А вместе с делом все его долги. Франциск отправился в Познань, где в последнее время жил брат, чтобы разобраться с кредиторами. И прямо из зала суда попал в тюрьму. Ведь по законам того времени именно он должен был отбывать наказание за старшего брата. «Есть наивысшая мудрость в размышлении о смерти и познании самого себя». Франциск Скорина из предисловия книги Иова. Франциск Скорина просидел в долговой яме почти три месяца. Все это время его влиятельные знакомые обивали пороги королевской канцелярии. В конце концов, им удалось добиться аудиенции у самого короля. И доказать, что обычный городской суд не имел права решать судьбу всеми уважаемого доктора медицины. Приказ об освобождении Скорины подписал сам король. Он же выдал ему документ, согласно которому Франциск Скорина не только признавался невиновным, но и до конца жизни получал надежную защиту от всех судебных преследований и неприкосновенность имущества. Но личного имущества у Скорины почти не было. Несколько книг, рукописи и письма. С Вильна его уже ничто не связывало. И он вместе с сыном уехал в Прагу, где устроился работать королевским садовником. Существует предположение, что именно Франциск Скорина заложил королевский ботанический сад. Другие склоняются к версии, что Скорина работал не садовником, а личным медиком у короля Австрии, Чехии и Венгрии Фердинанда I Габсбурга. Возможно, он совмещал обе должности сразу. Однозначно только то, что, возвратившись в Прагу, он не напечатал ни одной книги. Это очень близко между собой. Лечить словом и лечить зельем, растениями. Это для него лечение было и телесное, и духовное лечение. Так что, тут, мне кажется, он остался верен собой. В каком году скончался Скорина и где он похоронен, неизвестно. Ученые предполагают, что он умер не позднее 1552 года. Если так, то в то время ему было чуть больше 60 лет. После себя он оставил 25 изданных книг, прекрасные высокохудожественные гравюры и уникальный образ «Месяц и солнце». Он символизирует достижение человеком физической и духовной гармонии через получение знаний. Год спустя, после смерти Скорины, в 1553 году в Москве по приказу Ивана Грозного была открыта первая в России типография. Больше никто в княжестве московском не считал печатную книгу изобретением дьявола. И в этом, безусловно, была заслуга и Франциска Скорины, человека, который почти на полстолетия опередил свое время. «Разве мы, братья, не можем послужить простому Люду, принося ему в большом труде эти малые книги на русском языке?» Франциск Скорина из предисловия книги «Левит». Он свою Библию адресовал Люду Посполитому христианскому. И в этом его величие. Он бы как... Мы сегодня этого единства не достигли еще. Может быть, со временем достигнем единения всех христиан. А Скорина к этому стремился. Субтитры создавал DimaTorzok